В данном видео мы с вами рассмотрим культурные ценности современного английского общества. Информация взята по результатам исследования социолога Рональда Инхланта и его соавтором. Результаты исследования были оформлены с помощью карты культурных ценностей, которые мы с вами и рассмотрим. Более подробную информацию о карте культурных ценностей, ее обозначении и происхождении вы можете посмотреть в видео, которое называется «Карта Рональда Инхланта». Ссылка на данное видео находится в описании. Следующая страна, которую мы с вами рассмотрим, это Англия. По вертикальной шкале Англия находится на плюс один пункт в сельско-рациональных ценностях. Это значит, что традиционные ценности присутствуют в английском обществе, но они утрачивают свое значение и начинают преобладать светско-рациональные ценности. В английском обществе меньше 1% регулярно посещают церковь. Это говорит о том, что вера в Бога в обществе Англии практически не имеет большого значения для большей части населения Англии. Следующие показатели. 92% одобряют сожительство без заключения брака, то есть свободные отношения. 88% одобряют рождение детей вне брака. И 84% одобряют разводы с детьми до 12 лет. Данная статистика указывает на очень сильное обесценивание традиционных ценностей в обществе Англии. Практически 90% англичан одобряют сексуальные отношения вне брака. Измена супругу не является преступлением. Аборт является законным и доступным для женщин. Соответствующие законы находятся в законодательстве Англии. Давайте теперь посмотрим отношения к семейным ценностям. 70% родителей считает, что важно научить своего ребенка независимости и воображения, а не послушанию и уважению к своим родителям. 69% родителей считают, что дети не обязаны заботиться о своих родителях. 94% считают правильным оставаться бездетным. Рождение детей не является уже социальным долгом для них. Из этой статистики очевидно, что традиционные ценности, связанные с ценностью семьи, с институтом семьи, в Англии практически потеряли свою силу и значение. Вместо традиционных ценностей семьи, теперь в Англии присутствуют свецкорациональные ценности самовыражения и саморазвития. Традиционные ценности, связанные с ценностями авторитета и уважения власти, в Англии также практически утратили свое значение. Критика правительства считается в Англии законной и допустимой. В последнее время очень много англичан потеряли уважение к самому правительству. Происходят массовые протесты и забастовки, связанные с недовольством граждан политикой правительства. И в частности, такой есть факт, в феврале 2023 года произошла крупнейшая забастовка, в которой участвовали около 500 тысяч человек. И, наконец, очень интересный документ отношения к эвтаназии и суициду. Вот в этом вопросе Англия держит твердые позиции в области традиционных ценностей. В английском законодательстве классифицируется эвтаназия как умышленное убийство, влекущее за собой уголовное наказание. Вернемся к нашей карте. Обратим внимание, что по нижней шкале Англия находится на 2,4 пункта в ценностях самовыражения, то есть в ценностях индивидуализма. Довольно-таки очень большой показатель. Давайте посмотрим, в чем это проявляется. Индекс гендерного равенства в Англии составляет 0,79. Это большое число, которое указывает на то, что в Англии женщины практически имеют одинаковые права с мужчинами. Подтверждение этому служит тот факт, что премьер-министром в Англии является главой правительства. Так вот, премьер-министром в Англии в 2019 году была женщина Тереза Мэй. И в 2022 году была еще одна женщина, избрана премьер-министром Лиз Трасс. Кроме того, доля женщин в парламенте составляет 34%. Это указывает на то, что в обществе очень сильно преобладают ценности самовыражения. Отношение к иностранцам. Примерно каждый восьмой житель Великобритании иностранного происхождения. По сути дела, в Великобритании проживает примерно около 15% иностранцев. Интересен тот факт, что в 2023 году на должность премьер-министра был избран не англичанин, а индус по происхождению Раши Сунак. Таким образом, Раши Сунак возглавил правительство Англии. Однополые контакты в Англии были легализированы в 1982 году. А однополые браки на законодательном уровне были легализированы в 2014 году. Согласно данных, Великобритания обеспечивает одну из самых высоких степень свободы в мире для своих ЛГБТ-сообществ. Всего лишь 20% англичан считают себя патриотами Англии. Таким образом, очевидно, что ценности коллектива, ценности семьи, ценности нации, ценности страны утрачивают свое значение. И все больше и больше преобладают ценности, когда человек может просто выражать в своей жизни все то, чем он хочет жить. Англия находится в кластере, в котором объединены все страны, где население этих стран говорят на английском языке, англоязычные. Такие страны, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Северная Ирландия, Соединенные Штаты Америки. Все эти страны в прошлом были колонизированы Англией и являлись колониями Англии. Согласно данной карте, мы с вами видим, что эти страны подверглись сильному влиянию со стороны Англии. Эти страны имеют очень схожие культурные ценности. Про Австралия и Канада по культурным ценностям находятся практически в одинаковом положении, что и Англия. А вот Новая Зеландия немножко опережает Англию по ценностям самовыражения и имеет три пункта в этих ценностях. Соединенные Штаты Америки и Северная Ирландия, наоборот, немножко отстают от Англии в ценностях самовыражения и в светско-рациональных ценностях. Соединенные Штаты Америки по традиционным ценностям, сельско-рациональным ценностям практически имеют баланс. Разница всего лишь 0,3 пункта, то есть у них 50 на 50 присутствуют и те, и другие ценности. И по ценностям самовыражения имеют 1,5 пункта, в Англии 2,4. Эти показатели указывают на то, что культурные ценности Соединенных Штатов Америки немножко консервативные, нежели Англии. Например, это проявляется в том, что в штате Мичуган действует закон, который запрещает соблазнять незамужнюю женщину. Если такой факт будет доказан, то мужчину могут наказать лишением свободы на 45 лет или штрафом в размере 2500 долларов. Для информации, в Соединенных Штатах Америки в каждом штате есть своя законодательная база. В штате Северная Каролина действует закон, который запрещает сожительствовать без заключения брака. Закон этого штата о блуде и прелюбодеянии гласит, если мужчина и женщина, которые не состоят в браке, будут спать и сожительствовать вместе, их признают виновным в правонарушении 2-го класса. Подобный закон действует и в некоторых других штатах. А вот в штате Южная Каролина есть другой закон, который наказывает мужчину, если он пообещал девушке жениться на ней, но не сдержал это слово. Этого мужчину может ожидать тюремный даже срок. Таким образом, мы видим, что в Соединенных Штатах Америки традиционные ценности имеют определенное свое значение в обществе и в законодательном праве. Субтитры создавал DimaTorzok